Руководитель студии «Экстрим» Илона Кузубова выступает в различных жанрах циркового искусства. Если приводить сравнение со спортом, то сразу на ум приходит ногоборье, где одному человеку приходится делать множество вещей. Плюс в цирке нельзя забывать про артистическую сторону дела, а ведь это чуть ли не самое сложное – выполнять тяжелейшие физические упражнения, улыбаясь при этом публике и стараясь своей энергетикой, как это говорят, зажечь зал. Нашей героине это с блеском удается, и думаю, вы, уважаемые телезрители, сами можете оценить ее мастерство. наблюдая кадры с немецких гастролей Илона Кузубовой. Я просто работаю в этих жанрах, то есть «Эквилибристика», «Хула-Хупа» – это новый номер, ставил Александр Сергеевич Зенченко. Вот решили поэкспериментировать, и вроде как получилось. Полотна работы уже давно, уже как три года. Вот, и решили поехать и попробовать. Даже неискушенный зритель понимает, сколько труда нужно затратить, чтобы подготовить даже один номер. Что уж тут говорить про целую программу, на подготовку которой порой уходят годы. Если брать воздушную гимнастику, то я шла довольно-таки давно к этому номеру. Наверное, три года только на то, чтобы отработать те или иные элементы. То есть обрывы, там, крутки все различные. Поэтому, да, воздух – это довольно-таки серьезный жанр, и я шла к нему постепенно. «Эквилибристикой» тоже, в принципе, не очень давно я занимаюсь. Ну, года два, наверное. Вот. Ну, «Хула-Хупы» – новый номер. Как я уже сказала, мне помогал Александр Сергеевич. Акробатику я совмещала с хореографией. То есть он помогал мне и с постановкой, и с музыкой. Уже трудно представить сороковое искусство Мозыря без Илоны Кузубовой. Да и думаю, Илона тоже не мыслит себя без того, что она делает, и что дарит радость не только ей, а и всем тем, кто наблюдает за этими просто блистательными выступлениями. Это и работа, и увлечение, и хобби, и это моя жизнь. Я очень люблю цирк, я люблю спорт, и просто не представляю себя без этого. Кроме того, что Илона Кузубова – артистка, она еще и педагог. И на базе средней школы номер 15 ведет занятия своей студией «Экстрим», которая, кажется, через некоторое время будет широко известна не только благодаря своему руководителю. Аплодисменты.